Введены итоги просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», инициатором проведения которой выступила партия «Единая Россия». Масштабное историческое тестирование в этом году было приурочено к юбилею Великой Победы. Однако, в связи с эпидситуацией, оно состоялось не в преддверии 9 мая, а было перенесено на 3 сентября. «Диктант Победы» проходил на офлайн-площадках, организованных в четырех школах Славянского района. В остальных общеобразовательных организациях на вопросы ребята отвечали в онлайн-режиме. В общей сложности в патриотической акции приняло участие более тысячи славянских школьников. «Диктант Победы» был достаточно сложным, но я справилась благодаря тому, что мне помогал мой классный руководитель по совместительству учителя истории Виктория Васильевна Пронькова. И я довольна результатом, потому что не только я, но и мои сверстники написали его достаточно хорошо. Учащиеся 12-й школы «Диктант Победы» написали не просто хорошо, а на отлично. Из десяти победителей патриотической акции на Кубани шесть – это ребята из Славянского района. Все они учатся в 7-м А-классе новой школы. Участвовало у нас в первом диктанте «Диктанте Победы» не очень много ребят, это около ста человек. Но самые активные участники оказались в 7-м А-классе. Они организованно приняли участие в этом диктанте. Ну и по итогам диктанта мы стали лучшими, вошли в десятку лучших победителей. Наши дети, учащиеся 7-го А-класса, стали лучшими. Конечно, для нас это гордость, это в нашей новой школе, которая чуть-чуть больше года, это первое такое большое достижение. Нам, конечно же, очень приятно, что наши детки такие молодцы. И, естественно, педагоги, которые их обучают. Победителей диктанта «Победы» пригласили в районную администрацию. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия», глава района Роман Сенеговский, поздравил их с таким высоким результатом. Спасибо за то, что вы знаете историю, что вы помните, потому что, когда мы общаемся с нашими ветеранами, они всегда говорят, что сегодня они трудятся и рассказывают о войне лишь для того, чтобы мы правильно растили подрастающее поколение, чтобы мы вас воспитывали, учили и готовили сегодня уже к нашей современной жизни. Нужно быть патриотом своей страны, патриотом своей Родины. Учащиеся 12-й школы были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Для каждого из этих ребят победа в патриотической акции далась непросто, но это того стоило. Ведь в качестве главной награды они получили новые знания об истории своей страны. Очень важно знать историю России, потому что без этого не будет нашего будущего. Мы должны передавать это и в поколение, и в поколение, чтобы наше будущее поколение знало, что такое победа и над чем трудились наши отцы. Мне было сложно решить кроссворд по разным темам, которые там были представлены. Но я справился с этой задачей, я очень доволен своим результатом, и для меня большая честь была оказаться здесь. Ребятам подарили книгу с символичным названием «Юные герои Отечества». Наверное, так можно назвать и самих школьников, которым она вручена. Поскольку в сегодняшнее непростое время они знают историю своей страны, гордятся ею. И смогут всю правду о победе в Великой Отечественной войне передать потомкам. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова